Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Напоминаю, что всё, что мы делаем или не делаем, к нам возвращается. И сегодня в студии люди такой профессии, которые имеют огромную настороженность, потому что если уж они что-то отрежут, то это не вернётся практически никогда. Правда, современная трансплантология предполагает, что можно любые даже органы восстановить, но это достаточно сложно. И, может быть, даже не всегда комфортно, а кому-то и религия не позволяет это дело. Итак, сегодня гости нашей студии главный хирург Министерства здравоохранения и социального развития Чуваше Ильдар Абызов, он же заместитель главного врача Республиканской клинической больницы, и главный детский хирург Анатолий Павлов, главный врач Детской Республиканской клинической больницы. Уважаемые эксперты, чем хирургия отличается от всех других медицинских специальностей? Ну, прекрасный вопрос. Хирургия, она кардинально отличается от всей другой медицины, на мой взгляд, конечно же, и в свое время поэтому я ее и выбрал. Поскольку хирургия – это творческий процесс. Хирургия – это возможность создавать своими руками что-то новое, и при том даря здоровье человеку. Отрезать что-то высокохудожественное? Ну, если можно, конечно, так сказать, возможно, но наша задача все-таки не отрезать, а вернуть здоровье. И, может быть, даже сохранить иногда этот орган? Как правило, наши все операции вмешались направлены на то, чтобы травму вот эту вот минимализировать. То есть, конечно же, все, что возможно, мы оставляем, если так можно выразиться. Антоний Павлович, мне кажется, хирурги – это люди с другим мышлением вообще. И это какие-то очень стоические люди, потому что стоять 8-9, в буквальном смысле этого слова, потому что 8-9 часов на операции стоять – это тяжелый физический труд. Он благодарен, потому что результатом этого труда является зачастую жизнь и здоровье. И если мы говорим о детской хирургии, то это детей самого ценного, что у нас есть. И поэтому, конечно же, когда врачи и хирурги видят результаты своей деятельности, это прибавляет силы на многие-многие годы. Зачастую при одном и том же диагнозе, вроде при одной и той же операции, решение приходится принимать несколько различные. То есть, и при этом соображать быстро, по ходу дела, конечно же, здесь нужна живость мышления. Во главу угла я бы поставил бы опыт. То есть, хирург свой опыт нарабатывает годами, а то и десятилетиями. Какая общая ситуация у нас с заболеваемостью со взрослой и с детской через призму машинозологии? По большому счету, мы не выбиваемся из общероссийских показателей. Но есть проблемные зоны. Хирургия, она так вот четко делится на плановую и экстренную. А из того, о чем следует сказать, говоря о хирургической службе, я бы выделил три таких основных направления. Это экстренная хирургическая патология, куда входит 7 нозологий. Это острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит, перфоративные язвы, желудочно-кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость и ущемленная грыжа. Следующее направление, вернее, следующее, что бы я выделил, это заболеваемость и смертность от циррозов печени, поскольку циррозы стоят на стыке терапии, гастронатологии и хирургии. И, к сожалению, многие пациенты с циррозом печени завершают свой жизненный путь через пищеводное кровотечение, то есть это хирургическая ситуация. И третье направление, это травматизм и, в первую очередь, дорожный транспортный травматизм. Если говорить о том, когда нужен детский хирург нашим детям, то это преимущественно две такие большие ситуации. Это также, как у взрослых, острая неотложная ситуация, и здесь лидируют среди всех острых хирургических заболеваний в детском возрасте, всех детей, если взять, это острый аппендицит. И вторая проблема, по которой мы, может быть, в республике не выбиваемся, но которая очень настораживает всю медицинскую общественность и вообще общественность, это травматизм детей, как дорожно-транспортный, так и бытовой. И, к сожалению, он имеет сезонность, и об этом нужно говорить очень... Об этом нужно говорить вслух, чтобы родители понимали, что можно иметь здорового ребенка, но его здоровье... Легко очень потерять, да? Иногда вообще потерять просто. По невнимательности. Падение из окон, дорожно-транспортное происшествие. Обычный, простой, извините, недогляд. Обронил что-то на себя. Да. И, к сожалению, вот еще раз хочу сказать, что, наверное, говоря уже дальше, вот здесь и есть резерв для профилактики. Что касается плановой хирургической помощи, то, к счастью, она тоже не такая уж сложная, может быть, по сравнению со взрослыми, но очень важная и ответственная, поскольку задача детских хирургов состоит в том, чтобы дать гарантию здоровью на всю оставшуюся жизнь. А это порой бывает более 80-90 лет гарантия. На сегодняшний день ни одно изделие так... Не гарантирует. Не гарантирует, да. А вот детская хирургия, детская медицина должна гарантировать именно этот срок. И здесь чаще всего встречаются такие патологии, как грыжи, паховых каналов, пупочная грыжа. Все остальные патологии, врожденные патологии, как правило, которые встречаются в периоде новороженности, эти цифры у нас в республике никак не превышают, как по Приволовскому округу, так и по России, и, собственно говоря, по миру. Мы не выбиваемся по этим показателям от остального мира. Ну, какие факторы риска все-таки? Они, наверное, существуют для появления ваших, неправильно говоря, хирургических заболеваний? На первое место я бы, конечно, выделил бы вредные привычки. И в первую очередь алкоголь. То есть алкоголь – это травмы, алкоголь – это поражение многих органов и, в первую очередь, печени, о чем мы говорили ранее. То есть алкоголь приводит к циррозам печени. Алкоголь – это поздняя госпитализация, а в экстренной хирургии это понятие имеет большое значение. То есть чем позже пришел пациент и чем позже он попал на стол хирурга с острым заболеванием, тем хуже прогноз. Ну, конечно же, имеют значение и такие факторы риска, как ожирение, как неправильное питание, как гиподинамия и так далее. Но все же основное я бы выделил вредные привычки. Что касается факторов риска возникновения хирургических заболеваний у детей, то, наверное, здесь особо следует выделить так называемую врожденную патологию, то есть какие-то пороки развития, с которыми дети уже рождаются. Это значит роль родителей, в первую очередь? В первую очередь их здоровье, их здоровье и отношение к своему здоровью во многом определяют здоровье будущего их ребенка. Ну, тогда давайте расскажем нашим телезрителям и радиослушателям о том, какова структура вашей службы, как она организована на территории республики. Хирургическая служба нашей республики, она представлена трехуровневой системой. Учреждения здравоохранения, оказывающие хирургическую помощь, поделены на три составляющие. То есть первое – это учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, специализированную в том числе, но, говоря просто, занимающиеся простой хирургией. В основном это инфекции, несложные операции. Второй уровень – это межрайонные центры, их в нашей республике порядка семи. Это уже более мощные учреждения с хорошей диагностической базой, лечебной базой. Они могут оказывать медицинскую помощь по большинству спектра хирургических диагнозов. И они к ним прикреплены, к каждому межрайонному центру прикреплены ряд центров первого уровня. Оперирование от случая к случаю оказывает негативное влияние на профессионализм хирурга. Это раз. А второе – невозможно в плане материально-технической базы оснастить каждую ЦРБ, каждое медицинское учреждение настолько, насколько сейчас требует медицина, требует стандарты и так далее. То есть сейчас эти требования достаточно высокие, они жесткие. То есть компьютерный томограф во все учреждения поставить невозможно. Третьим уровнем в оказании с помощью по профилю хирургии является Республиканская больница. Ну и ряд учреждений уже более узко для каких-то диагнозов. Другие учреждения, например, Городская клиническая больница номер один, Госпиталь ветеранов, войн и так далее. Отделение экстренной консультативной медицинской помощи, которое расположено опять же на базе Республиканской клинической больницы, то есть в штате наиболее опытные специалисты, не ниже высшей категории, которые по совершенно разным диагнозам, по разным ситуациям, а то и вместе, то есть мультидисциплинарной бригадой, выезжают по первому узову в другие больницы. А что с детской службой? В детской хирургической службе в последнее время произошли тоже качественные изменения, структурные, в результате чего основная неотложная помощь и основная плановая помощь, в том числе новорожден, по всем профилям детской хирургии сконцентрирована на базе Республиканской детской клинической больницы и плановая помощь в режимах дневного стационара оказывается в городской детской больнице номер 3 города Чебоксары и в Новочебоксарском медицинском центре, где также остались детские хирургические койки дневного стационара. И если говорить упрощенно, то вся хирургическая помощь, все необходимые виды операции в настоящее время детям, всем детям Чувашской республики выполняются в основном на базе Республиканской детской клинической больницы и в районах, в районных центрах, в межрайонных центрах, которые есть у взрослых, дети не оперируются. Что касается самых сложных, острых ситуаций, где незамедлительно нужна помощь, также работает система неотложной помощи детям. И по первому вызову на место ДТП или на место трагедии выезжает бригада, состоящая из необходимых специалистов, прежде всего анестезиолога-реаниматолога Республиканской детской клинической больницы и тех специалистов хирургического профиля, которые нужны для оказания помощи. К счастью, по республике таких ситуаций в год возникает не более трех-пяти. Кроме того, все-таки надо отметить, что в районах опять же существует связь с нашими специалистами и консультации идут постоянно. И я хочу сказать, что наши районные коллеги хорошо соблюдают и на своем уровне делают все необходимое. Ну, сразу связанный вопрос это вопрос кадров. Хватает ли хирургов в Чувашской Республике и взрослых и детских? Сложный достаточно вопрос. и в плане обеспеченности хирургами населения Чувашской Республики есть проблемы. Но, говоря о проблемах, следует сказать, что все это проблема зародилась лет где-то 10 назад, когда сложилась тенденция к оттоку наших кадров в другие города, в крупные города. То есть, это связано с зарплатой, честно будем называть. Это, конечно же, в первую очередь было связано с зарплатой. И молодежь не шла в профессию. Это второй фактор. Серьезно. Теперь мы пожинаем плоды, а плоды таковы, что обеспеченность хирургами 10 тысяч населения за последние 2-3 года у нас снизилась. И сейчас, к сожалению, ниже показателей по России и по Приволжскому федеральному округу. Но сейчас проводится программа «Земский доктор». То есть, принят курс Министерством здравоохранения на повышение заработной платы к 2018 году в ДВУ. То есть, я думаю, здесь ситуация выправится. Но у нас в большей степени как раз вот эти территориальные районные службы страдают от хирургов. Конечно же, страдает, центральный районный больной страдает. Не город. В городе обеспеченность достаточно хорошая. К счастью, детская хирургия выгодно отличается в этом отношении благодаря прошедшим буквально недавно мероприятиям по оптимизации оказания помощи. Мы можем твердо сказать, что дефицита детских хирургов в Республиканской детской клинической больнице и в тех учреждениях, которые я уже назвал, в детской больнице номер 3 города Чебоксары и в Новочебоксарске дефицита практически нет. Общее количество хирургов около 200. Здесь следует сказать, что все-таки хирургический профиль достаточно широк. То есть, есть общие хирурги, есть нейрохирурги, есть сердечно-сосудистые хирурги и так далее. То есть, вот этот хирургический профиль объединяет в себе массу специальностей. Количество общих хирургических коек на конец 2013 года составляет 7776. Количество хирургических коек несколько снизилось за последние годы. Но затроны, наверное, интенсифицировались, да? Да. Но на этом фоне мы увидим, что вырос оборот койки. И оборот хирургической койки по нашей республике, он выше, чем показатели по России и по Привозгскому федеральному округу. Ну, наверное, это приход новых технологий как раз к этому приводит, да? Раньше полостная операция лежит долго человек, а сейчас малоинвазивная и это сокращается. Да, вообще весь мир идет по пути снижения, уменьшения количества койка дней, то есть пациенты меньше находятся на койке. Это, наверное, самые дорогие ведь пациенты вообще в медицине, хирургических. Да, хирургические и реанимационные пациенты это самые дорогие. Достигается, конечно, уменьшение, увеличение оборотов и уменьшение количества пребывания пациентов на койке внедрения технологий мини-инвазивных, я бы так сказал. На сегодняшний день хирургическую помощь по различным хирургическим профилям в Чувашской Республике оказывают порядка 60 человек. Так же, как и во взрослой хирургии есть разделение это травматология, ортопедия, нейрохирургия, урология и так далее. Что касается коечного фонда, до последнего времени было почти 300 хирургических коек. Это показатель для понимания, скажу, что, конечно, был несколько выше, чем это было необходимо. Главный приоритет это жизнь ребенка, и для того, чтобы можно было сохранить здоровье и жизнь ребенка, необходимо в любом случае концентрация всех лучших специалистов, всего оборудования в одном месте. можно ли говорить, что сегодня мировой уровень пришел оказание помощи и в Чувашскую республику, в том числе, какие методы диагностики новой и современной, какие методы лечения у вас в хирургии тоже появились? Говоря о новых технологиях, не побоюсь высоких слов и скажу, что по большинству направлений хирургических мы достигли мирового уровня. Это по-настоящему вы не блефуете. И это подтверждается тем фактом, что практически все профили высокотехнологичной медицинской помощи хирургической мы на данный момент оказываем. И вот этот вот скачок качественный, он произошел за последние годы и он коррелирует с программой модернизации, естественно. То есть по этой программе пришло достаточно много оборудования в медицинские учреждения. И в первую очередь такие головные больницы, как республиканская больница, больница скорой медицинской помощи, городская клиническая больница и так далее. Конечно же, это позволяет оказывать, во-первых, весь объем медицинской помощи, который требуется стандартами. И выполнять высокотехнологичные вмешательства и спектр этих вмешательств расширять из года в год. По программе модернизации обновлена материально-техническая база и центральных районных больниц. И не только международных центров, но и центров первого уровня. То есть, в этом плане, конечно же, достигнут также определенный прогресс. Что касается детской службы, конечно же, мы никогда не обделены различными программами, и республиканскими, и федеральными. И последняя программа, это программа помощи пострадавшим дорожным транспортным травматизмом. И опять-таки, республиканская детская клиническая больница является завершающим уровнем по оказанию помощи детям с подобными травмами. И, естественно, финансирование в этом году тоже будет достаточно серьезное. Говоря о поступлении оборудования, могу привести пример, что сейчас практически во всех межрежных центрах стоит компьютерный томограф. То есть, такого положения вещей совсем еще несколько лет назад не было. Мечтать не могли? Да, мы не могли просто мечтать об этом уровне. Эндовидеохирургические стойки. Ими оснащены практически все хирургические отделения города и хирургические отделения как межрежных центров, так и ряда центральных районных больниц. То есть, это малоинвазивные технологии, высокие технологии. Малоинвазивные технологии, малоинвазивные операции, это вообще такая огромная область, это мировой тренд развития хирургии, а связана она с тем, что хирурги всегда стараются травму свою, которую они наносят во спасение, во имя спасения, минимализировать. И мини-инвазивные технологии упор делают на минимализацию доступа. То есть, мы удаляем желчный пузырь не путем большого разреза, 20-сантиметрового, а путем нескольких маленьких разрезов, введения манипуляторов, эндоскопов и так далее. Трассовая медицина, это же ведь тоже один из элементов развития хирургической службы, высокотехнологичной, да, в республике, просто как государственная такая политика. В этой связи республика уже получила несколько волн финансирования, которые обогатили оборудованием, как крупные центры, занимающиеся помощью пострадавшим ДТП, так и центральные районные больницы и межрайонные центры. Например, в этом году, в 2014 году, планируется закупка оборудования порядка, на сумму порядка 130 миллионов. Будут оснащены центр, центр, головной центр по программе ДТП, это больница скорой медицинской помощи, республиканская клиническая больница, детская республиканская клиническая больница и межрайонные центры, в которые стекается основное количество пострадавших. Смертность от ДТП по итогам первого квартала 2014 года намного ниже, чем, например, в 2013 году. Вообще, задача здравоохранения максимально приблизить медицинскую помощь к населению, в том числе и высокотехнологичную. То есть, люди не должны ехать в другой город, в другой регион, чтобы ему сделали ту или иную операцию. Для нашей республики достижение то, что, например, за последние два года одна республиканская больница получила лицензии на пять пропилей высокотехнологичной медицинской помощи. Мы практически в одном шаге от трансплантации. На сегодняшний день все проведенные мероприятия по финансированию и закупке оборудования и подготовке кадров позволяют говорить о том, что подавляющее большинство видов высокотехнологичной медицинской помощи детям по хирургическим профилям оказываются в Чувашской республике. И исключения составляют единичные случаи. Все эти случаи нами разбираются. Один из примеров. Сколько деток у нас туда еще? На федеральный уровень по хирургическому профилю в год отправляется не более 10 детей. Это максимум. Ну и слава Богу, и слава Богу, чтобы им было как можно меньше. А взрослых пациентов? Тоже порядка 10 дней. То есть весь основной объем мы выполняем здесь. Более 90% потребности в ВМП выполняется нашими силами. Исключение составляют дети, которые нуждаются в трансплантацию органов от печени. А как много тоже случаев таких? Ну, к счастью, в год таких детей бывает от одного. Иногда бывают года, когда не нужно, до трех детей. А взрослых? Во взрослой среде эта ситуация менее оптимистична. В листе ожидания донорской почки у нас находится более 70 пациентов. И цифра эта растет ежегодно. То есть людей, требующих заместительную почечную терапию медной трансплантации потребность в донорской печени порядка 30 пациентов. И, конечно же, все это диктует необходимость развертывания как службы трансплантации нашей республики, так и службы органового донорства. В течение 2013 года проведена огромная работа в этом направлении. Создана нормативная база, регулирующая вопрос трансплантации донорства нашей республики. оснащена республиканская больница как и диагностическая база, так и лечебная в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю трансплантации. Подготовлено более 10 специалистов в институте трансплантации имени Шумакова. И, в принципе, мы получили лицензию на донорство органов и тканей. И, в принципе, мы в одном шаге от получения лицензии на трансплантацию и на проведение операции. Что касается трансплантации у детей, у детей, которые нуждаются в трансплантации, в нашей стране, как и во всем мире, преимущественно развита родственная трансплантация. Это когда... Мама отдает часть своей печени или папа, да, ребенку. У нас есть в республике примеры, когда отцы давали часть своей печени, и дети до сих пор развиваются благополучно. Слава Богу, печень вырастает, да? Да, печень такой орган, который, в принципе, если он здоровый, он может вырастать, если так можно выразиться. И с одной почкой ребенок тоже может прожить всю жизнь? Конечно же, с одной почкой тоже может прожить. Даже с донорской? Даже с донорской почкой продолжительность жизни этих детей. потом уже взрослых достаточно высока. Завершая нашу программу, что вы хотели бы сказать гражданам, жителям Чувашской республики? Конечно, должна быть готовность людей по первому зову, по первому симптому идти и обследоваться. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Настороженность должна идти, конечно же, из детства, из воспитания и так далее. Наше население таково, и эта ситуация сохраняется, терпим до последнего. То есть люди ждут до последнего, потом приходят к хирургу в запущенном состоянии. А, конечно, подкупает выявить заболевание на ранних стадиях, сделать минимальную операцию и излечить его полностью. И вот тут большое значение имеет профилактика медицинская. Дисциплинатризация – это большое благо. Она позволяет, например, выявить полип кишечника сделать минимальную эндоскопическую операцию. Не допустить до рака, да? Пациент буквально с операционного стола встает и идет домой своими ногами. А альтернатива – это через полгода рак кишечника, метастазы, жизнь закончена. Ну, что касается профилактики детства, конечно, это прежде всего культура родителей, культура ухода Ну что ж, спасибо экспертам за то, что вы нам рассказали так все подробно и всем, конечно, доброго здоровья! Редактор субтитров А.Семкин